Золотая роза. Повесть. Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти. Салтыков Щедрин. Всегда следует стремиться к прекрасному. Онуре Бальзак. Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно. Многое будет признано спорным. Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте. Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех. В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать. Но если мне хоть в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой. Драгоценная пыль. Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жанне Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале. Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника, и в них гнездились птицы. Лачуга-мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих. Если бы Мапасан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе. К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков, да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи. Судя по тому, что соседи прозвали Шамета дятлом, надо думать, что он был худ, остронос, и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы. Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии маленького Наполеона во время Мексиканской войны. Шамету повезло. В Веракрус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну, девочку восьми лет. Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей. Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь. Шамет как мог заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости или грубыми казарменными песенками? Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он, наконец, решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги. В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего такого, чтобы развеселила Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей. Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что она действительно существовала. Это были уже не воспоминания о слабой их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда и не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти эти давно ушедшие время своей жизни. Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятию в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих. Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск, несколько ярких огоньков под низким потолком. Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что ее подарил старухе на счастье возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Адьерне. «Таких золотых роз мало на свете», — говорила мать Шамета. «Но все, у кого они заводились в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе». Мальчик с нестерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня. Так Шамета уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник, бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню. Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем, перепутанные ветром волосы, она спросила, «Жан, а мне кто-нибудь подарит эту золотую розу?» «Все может быть», — ответил Шамет. «Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аномитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры. Снаряд попал в жерло потухшего вулкана. Там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как звали этот вулкан. Кажется, крак атака. Извержение было что надо. Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за какой-то челюсти пропало столько людей. Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли. Престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда. «Где же это случилось?» Спросила с сомнением Сузи. «Я же тебе сказал, в Аннаме, в Индокитае, там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки-балерины, и там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны. Пусть меня повесят, если я вру». До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну. Шамет привез девочку в руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатыми желтыми губами, тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея. Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели. «Ничего», — шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. «Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников». «Терпи, Сузи, солдатка». Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из ловчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи, синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками. Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым. Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже и в легком ветре, проникавшем с улицы со стороны сены, и в охапках мокрых цветов их продавали чистенькие старушки на бульварах. Дни сливались в желтую муть, но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко, старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками. Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от раны. Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну, но каждый раз он откладывал эту поездку, пока, наконец, не понял, что время упущено, и Сюзанна наверняка о нем позабыла. Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того, чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой корге и сказал «Терпи, Сузи, солдатка». Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины. Больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никого, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков. Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов. Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту инвалидов и увидал молодую женщину в бледно-сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на сену. Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал «Сударыня, вода в сене в эту пору очень холодная, давайте-ка я лучше провожу вас домой». «У меня теперь нет дома», — быстро ответила женщина и повернулась к Шамету. Шамет уронил свою шляпу. «Сузи», — сказал он с отчаянием и восторгом, — «Сузи, солдатка, моя девочка, наконец-то я увидел тебя, ты забыла меня, должно быть, я Жан Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке Вруан. «Жан, какой ты стала красавицей, и как хорошо расчесаны твои волосы, а я-то солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!» «Жан!» — вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. «Жан, вы такой же добрый, каким были тогда, я все помню». «Эй, глупости!» — пробормотал Шамет, — «какая кому выгода от моей доброты!» «Что с тобой стряслось, моя маленькая?» Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился Вруани, погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышину и вонят его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче. «Что с тобой, девочка?» — растерянно повторял Шамет. Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял, пока что не надо ее ни о чем расспрашивать. «У меня, — торопливо сказал он, — есть логово у крепостного вала, далековато отсюда, в доме, конечно, пусто, хоть шаром покати, но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты можешь умыться и отдохнуть, и вообще жить сколько хочешь». Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета, сверкали в лучах этого солнца как драгоценности. Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы. Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер, но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение. Шавет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько суна чай. Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной, и все было как надо — букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть натреснутая беззаботность. Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку. — Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, — проворчал ей напоследок Шамет, — то будь счастлива. — Я ничего еще не знаю, — ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах. — Ты напрасно волнуешься, моя крошка, — недовольно протянул молодой актер и повторил. — Моя прелестная крошка. — Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу, — вздохнула Сюзанна, это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан. — Кто знает, — ответил Шамет, — во всяком случае. — Не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат, я не люблю шаркунов. Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами, фиакр тронулся. Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик тронулся. Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота. Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему когда-то мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает. Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза. Шамет никому не рассказывал своей затеи. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкотвором. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое. До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром. Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок. Прошло много времени. Пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу. Его не останавливало отсутствие денег. Любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен. Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа. Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность старого урода? Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами. У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя, эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах. Когда Роза была, наконец, готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку, и, как говорили навсегда, никто не мог сообщить Шамету ее адрес. В первую минуту Шамет даже испытал облегчение, но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил Бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда. Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав глазам рука в старой куртке. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету, у каждого хватало своих забот. Следил за Шаметом только один человек, тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу, и рядом с ней на одной ветке маленький острый бутон. Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно, и действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами. Была поздняя осень, вечерняя темнота шевелилась от ветра в мигающих огнях. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной. «Чего не дает жизнь, то приносит смерть», — подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул. Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи. Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору. В записках старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка Жана Эрнеста Шамета. В своих записках литератор, между прочим, писал, «Каждая минута, каждая брошенная невзначай слова и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же, как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, все это — крупинки золотой пыли. Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою золотую розу — повесть, роман или поэму». Золотая роза Шамета. Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы. Но, подобно тому, как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота Земли, призыв и борьба за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце. Надпись на валуне. Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних. Салтыков Щедрин. Я живу в маленьком доме на дюнах. Все рижское взморе в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль. Слетает он от ветра и от того, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки. Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи. На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издалека кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой. Море не замерзало. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев. Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустение льда и шорох оседающего снега. Балтика зимой пустынна и угрюма. Латыши называют ее Янтарным морем, Дзинтара Юра. Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной. По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы. Там идет снег. Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика. В прибрежных лесах зимой почти нет птиц. Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах. Приглушенно стучит пишущая машинка. Молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто. По вечерам кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью. Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька и не слышно ни одного всплеска. Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи. Там, к западу, в сторону Венцпилса, за слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, всохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью. В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными кряжестыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами. Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой, и так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел. Но что бы ни случилось, сколько бы раз не пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело, опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. «Уступать морю нельзя». В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись «Память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека. Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал, наоборот, это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так. «Память тех, кто одолел и будет одолевать это море». Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы и для книги о писательском труде. Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступать перед переградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа. Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов». Человек никогда не призывает к ремесленничеству, призывает его только к выполнению долга и трудной задачи. Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду? Прежде всего, зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле как пустоцвет и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого. Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств. Но приходят годы возмужалости, и мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов, зов своего времени и своего народа, зов человечества. По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения, человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания. Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Декера. Он печатался под псевдонином «мультатули». По латыни это значит «многострадальный». Возможно, что я вспомнил о Декере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому что такое же бледное северное море растилается у берегов его родины Нидерландов. О ней он сказал бы с горечью и стыдом. «Я сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между Фрисландией и Шельдой». Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных гезов и тили-улен-шпигеля. До сих пор пепел Клоаса стучит в сердце многих голландцев. Стучал он и в сердце Мульта Тули. Выходец из семьи потомственных моряков, Мульта Тули был назначен правительственным чиновником на остров Яву, а недолгое время спустя даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатства, возможный пост вице-короля, но пепел Клоаса стучал в его сердце. И Мульта Тули пренебрег этими благами. С редким мужеством и упорством он пытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негациантами. Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал их в обиду. Он жестоко карал взяточников, он насмехался над вице-королем и его приближенными, конечно, добрыми христианами, ссылаясь в объяснение своих поступков на учение Христа о любви к ближнему. Ему ничего нельзя было возразить, но его можно было уничтожить. Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мульта Тули принял сторону восставших, потому что пепел Клоаса продолжал стучать в его сердце. Он с трогательной любовью писал о яванцев, об этих доверчивых детях и с гневом о своих соотечественниках. Он разоблачил военную гнусность, придуманную голландскими генералами. Яванцы очень чистоплотные и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев. Солдатам приказали забрасывать яванцев во время атак человеческим калом, и яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали. Мульта Тули был смещен и отправлен в Европу. Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для иванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю. Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком, даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала. Тогда, повинуясь голосу сердца, иными словами, повинуясь жившему в нем, но до сих пор еще неясному призванию, Мульта Тули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве. «Макс Хавелар» или «Торговцы кофе». Но это была только первая проба. В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства. Но зато следующая его книга «Письма любви» была написана с потрясающей силой. Эту силу давала Мульта Тули иступленная вера в свою правоту. Отдельные главы книги напоминают тот горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправедливости, то едкие остроумные притчи-памфлеты, то нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то последние попытки воскресить наивную веру своего детства. «Бога нет!» «Или он должен быть добр», — писал Мульта Тули. «Когда же, наконец, перестанут обкрадывать нищих?» Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми в Амстердаме. У него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой. Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благоприличного общества насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у него не хватало денег даже на марки. Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез. Книги Мульта Тули никто не хотел издавать. Но вот, наконец, свершилось. Крупное издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать. Измученный Мульта Тули согласился. Он вернулся на родину, ему даже дали немного денег, но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках. Мульта Тули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг, тех книг, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца. Он боролся как мог и погиб, но он одолел море. И, может быть, вскоре на независимой яви в Джакарте будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу. Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания. По неистовой преданности своему делу у Мульта Тули был собрат, тоже голландец и его современник, художник Вансент Ван Гог. Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван Гога. Он мечтал создать во Франции братство художников, своего рода коммуну, где ничто не отрывало бы его от служения живописи. Ван Гог много перестрадал. Он спустился на самое дно человеческого отчаяния в своих едоках картофеля и прогулках заключенных. Он считал, что дело художника – противостоять страданию всеми силами, всем своим талантам. Дело художника – рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел лучше всего – красками. На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клеверное поле – в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков. Он остановил своей волей непрерывную смену красок, чтобы мы могли проникнуться их красотой. Разве можно утверждать после этого, что Ван Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее, чем обладал, свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами. Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо узнал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом. Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда, пахарей рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего, свои картины, воспевающие землю. Из всех видов этой красоты Ван Гог выбрал только один – цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами. Пора восстановить справедливость по отношению к Ван Гогу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген и многим другим. Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека, социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину? По существу мы должны быть владетелями искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то только, что она существует независимо от их воли. Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании его мастерства, но об этом будет особый разговор. Нельзя терять чувство призвания, его не заменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом. В истинном писательском призвании совершенно нет тех качеств, какие ему приписывают дешевые скептики, ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли. Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. Он подчинил ему жизнь, но он же и сказал замечательные слова, что величайшее счастье писателя не считать себя особенным, одиноким, а быть таким, как все люди. Цветы из стружек. Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературы. Когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни? Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть и в детстве. В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек. Для детей каждый взрослый человек кажется существом немного таинственным, будто это плотник с набором инструментов, пахнущим стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет. Поэтическое восприятие жизни всего окружающего нас величайший дар, доставшийся нам от поры детства. Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов, разница между обоими невелика. Ощущение жизни, как непрерывной новизны, вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство. Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи. Такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь. Стихи были плохие, пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые. Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие. О, срывайте цветы на поникших стеблях, тихо падает дождь на полях, и в краях, где горит дымно-алый осенний закат, пожелтелые листья летят. Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные красивости. И опалами блещет печаль о любимом Сааде на страницах медлительных дней. Почему печаль блещет опалами, это ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле. Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал. Это не было какое-то определенное море, черное, балтийское или средиземное, а праздничное море вообще. Оно соединяло в себе все разнообразия красок, всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар подобно плотной атмосфере. Это было пенистое, веселое море, родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки, в портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипении жестоких страстей. Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика. Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь то экзотика тропических стран или гражданской войны. Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланово пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по Зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен на Бородинском бою или не помогал Маугли ни в пролазных дебрях Индостана. Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу. Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Во всяком случае, я ничуть не жалею о детском своем увлечении экзотикой. Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу, оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах, за Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая, грозная и влажная страна, наполненная бегущим шумом листьев. Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из запавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера. А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи «Царит весны таинственная сила с звездами на челе. Ты нежная, ты счастье мне сулила на суетной земле». С этим временем у меня была связана первая влюбленность, то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае, застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженная ветром маленькая колена, прикосновение холодных пальцев — все это напоминало, что рано или поздно но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал. Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски. В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и по существу довольно горькой молодости. Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота. Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе. Первый рассказ. Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка Балбеса к двум осенним переэкзаменовкам. Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах и до головной боли пахло багульником. Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая. Сам Левкович тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами, весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал «Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!» Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением в доме заправляла его жена мадам Левкович, еще не старая и игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете. Кроме шалопаев сыновей у Левковича была дочь, девушка лет двадцати, спали ее Жанна Дарк. С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски и разыгрывала из себя демоническую женщину. Она любила повторять чаще всего совершенно бессмысленно слово «презираю». Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала «презираю». Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу на сено, покрытое рядном, и кучери Игнатий Лойола в семье Левковичи всем давали исторические прозвища, а попросту Игнат дернул за веревочные вожжи и мы шагом поплелись в Чернобыль. Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы. В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал. Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер. Он уложил меня спать в маленьком зайце с портретами предков, седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях. От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы. Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски. Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная, меня знобило. На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел сгорбившись и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лайолы. Он лег в телеге на сене и я теперь завидовал ему. Клопы? спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку. Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатом Лайолой проехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна. Марш с моего двора голота! Тысячу раз тебе повторять! Но человек в калошах даже не оглянулся на кушера. Он подмигнул мне и сказал, вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности. Помяните мое слово! Когда я спросил кушера, что это за человек, он неохотно ответил. А, Йоська, помешанный, ну я понимаю, если тебе не с чего жить, так по крайности уважай людей, а не смотри на них, как царь давит со своего трона. За тех клопов, сказал мне Йоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках. Вы еще заплатите кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не злым голосом сгорбленный человек. За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна. Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова, сердито воскликнул Йосья. Я ее загубил? Найдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил, или до исправника Сухаренки. Доня моя, сказал с отчаянием Никифор, закатилось мое солнце поза болотами навеки вечные. Хватит, крикнул на него Йося, панихиду по ней отслужить, и то не позволяют. Не слушая Йосью, сказал Никифор, дойду в Киеве до самого митрополита, не отстану, пока не помилует. Хватит, повторил Йося, за один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь, а вы говорите. Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. От того, что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк. Плачь, дурной, спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор. Кабы не то, что Христия любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой, взял бы грех на душу. Кончайте, крикнул Йося, пожалуйста, может, я того и хочу, мне же лучше гнить в могиле. Дурной ты был и остался дурной, печально ответил Никифор. Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтоб ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем. А на кого вы хату покинули, спросил Йося, перестав плакать. Ни на кого. Заколотил и годи. Нужна мне теперь та хата, как мертвому конюшню. Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехоть обрехали собаки. Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход, с досадой сказал Никифор. Выпили бы мы, Иосиф, косушку, оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку? Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене. Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего, все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов. Я напился чаю, Игнатий Лойола уехал. От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты ловчонки, из них неслось селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской, свисевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснущатый парикмахер и грыз семечки. От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос. Кто я и зачем попал в это местечко? Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались свистя и гримасничьи мальчишки, и знакомый голос Йоськи прокричал. Не разбужу я песней удалую роскошный сон красавицы моей. Лазарь крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. Закрой на засов дверь и опять Йоська пьяный. Что же это делается, боже мой? Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску. Как увидит кого в парикмахерской, объяснил он со вздохом, так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать. А что с ним спросил я? Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными блестящими от волнения глазами. Слушайте, клиент, сказала она, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что? Ну не качай головой, Лазарь, так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу, чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям. Маня, сказал парикмахер, не увлекайся. Йоська кричал где-то уже в отдалении, как умру, так приходите на мою могилку, колбасы мне принесите, до ханжи бутылку. Какой ужас, сказала Маня, и это Йоська, тот Йоська, что должен был учиться на фершель в Киеве, сын Песи, самой доброй женщине в Чернобыле. Плава Богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку? Что ты такое говоришь, Маня, воскликнул парикмахер, клиент же ничего от тебя не поймет. Была у нас ярмарка, сказала Маня. На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христией. О, если б вы ее видели, вы бы потеряли рассудок. Я вам скажу, глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая, а тонкая, как я не знаю что. Ну, Йоська увидел ее и потерял дар речи, полюбил. Так в этом я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христе отца и пришла до Йоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом, полюбуйтесь, козе в нем тесно было бы жить, не то, что втроем, одно только, что чисто. И что же вы скажете? Песия ее приняла, как королевскую принцессу, и Христе жила с Йоськой, как жена, и он был такой веселый Йоська, светился, как фонарик. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто козочек. Тогда Йоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит, раньше следовало было выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделан на выворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу. Йоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш Рэбе. Он узнал, что Йоська ходил креститься и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Кристи, просил, чтобы она вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил, они как увидят Христию, так и кричат. Эй, Христика шерная, хочешь кусочек трефного мяса? И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются, а другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи отмазали дегтем, вы представляете? Ой, тетя Песи, вздохнул парикмахер, это была женщина. Постой, дай рассказать, прикрикнул на него Маня. Равин позвал до себя тетю Песю и сказал, вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы приступили закон. За это я прокляну ваш дом и Егова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове. Так вы знаете, что она ему ответила? Вы не Равин, сказала она, вы городовой. Люди любят друг друга, какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами. Плюнула и ушла. Тогда Равин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте, все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иосику и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал, Тебя, Иосика, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд, и ты попробуешь у меня каторги, а Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышления. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу, нагоняет господина губернатора. Тут же Сухаренко посадил Иосику в холодную, говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите? Но Христи умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее Иосике. А в самый Иом Кипур в судный день она как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая, должно быть, благодарила Бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иосику? Скажите мне, зачем? Нету разве других людей на свете. Иосику Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и не с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб. Я б на его месте предпочел умереть, сказал парикмахер. Пустил бы себе пулю в лоб. «Ой, какие вы храбрецы!» воскликнула Маня. «А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце». «Что женское, что мужское сердце», ответил парикмахер и пожал плечами. «Какая разница?» Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Йоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи. Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване. Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора Я так подробно рассказал об этом случае, потому что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости осмотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата пенные хрустали, сапфирные небеса, таверны и пляски гитар. Отревзление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не томлением умирающих лилий, воза. Его бросали в спину прекрасной любящей женщине. Думал я об этом и решил написать свой первый, как я говорил себе, настоящий рассказ о судьбе Христи. Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт-местечко. Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак не ложились изысканные красивые слова. Он требовал правды и простоты. Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал, «Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут Кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое и подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист, вас за это выгонят из гимназии». Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство. В рассказе не чувствовалось автора, ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи. Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору, не для печатания, а для оценки. Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово «Благословляю». Так впервые я убедился в том, что главное для писателя это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя, ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано, но по-иному, другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора. Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя, или для самого дорогого человека на свете. Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал. Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет. Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна, но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой копель и талых вод, тысячами признаков весны. Тогда, как повторяю, солнечная теплота остается неизменной. Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал. Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного. Тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают. Что касается меня, то я очень скоро понял, что могу сказать до обидного мало, и что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений. В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев. Поняв это, я совершенно бросил писать на десять лет и, как говорил Горький, ушел в люди, начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми. Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов. Нет, я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг. Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно, что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать вовсе не от того, что я поставил себе такую задачу, а потому что этого требовало мое существо и потому что литература была для меня самым великолепным явлением в мире. Молния Как рождается замысел? Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос «как рождается замысел» надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью. Легче ответить на вопрос «что нужно для того, чтобы замысел появился» или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя. Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи. Астронома Джинса спросили однажды «каков возраст нашей Земли?» «Представьте себе», сказал Джинс, «исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе, и вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля». Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще. Замысел – это молния. Много дней накапливается над Землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозовые грозные тучи, и в них из густого электрического настоя рождается первая искра – молния. Почти тотчас же вслед за молнией на Землю обрушивается ливень. Замысел, так же, как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это из подволь медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которая требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию – замысел. Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок. Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшая в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода. Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих. Лев Толстой увидел сломанный репейник и вспыхнула молния. Появился замысел изумительной повести о Хаджи Мурате. Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию. Если молния замысел, то ливень это воплощение замысла, это стройные потоки образов и слов, это книга. Но в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Лишь постепенно замысел зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое вынашивание замысла происходит совсем по-иному, нежели представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками или бродит одинокий и дикий, выбарматывая свои думы. Совсем нет. Кристаллизация замысла и его обогащения идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей быстро текущей жизни. Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить в себя. Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли. Вообще, о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью. Больше всего опошлино вдохновение. Почти всегда оно представляется невеждом в виде выпученных, в непонятном восхищении устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера. Многие очевидно помнят кинокартины «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет. Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка. На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры Кургузова и как бы завитого перманентом Пушкина с вдохновенным взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись на этого Пушкина и спросила мать, «Мама, он мечту мечтает или что?» «Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту», разнеженно ответила мать. Дядя Пушкин грезит грезу. «Тот Пушкин, что сказал о себе, и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. А если святое вдохновение осеняет, обязательно святое и обязательно осеняет композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя тем чарующими звуками, какие, несомненно, звучат сейчас в его душе, совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве. Нет, вдохновение это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости, так же, как и пресловутые муки творчества. Пушкин сказала вдохновение точно и просто. Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятия, что и способствует объяснению онных. Критики, сказал он вдобавок, смешивают вдохновение с восторгом, так же, как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием. Это было бы еще полбеды, но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с телячьим восторгом, то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду. Чайковский утверждал, что вдохновение это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше, совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще по шляк и обывателям. Каждый человек, хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения, душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли или сознания своей творческой силы. Да, вдохновение это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст. Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туман и тихой ночи, забрызганное росой с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой. Вдохновение как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок. Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни. О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется Пушкин. Тогда смиряется души моей тревога Лермонтов, приближается звук и покорно щемящему звуку молодеет душа блок. Очень точно сказал о вдохновении Фетт. Одним толчком согнать ладью живую с наглаженных отливами песков. Одной волной подняться в жизнь иную учуять ветер с цветущих берегов. Тоскливый сон прервать единым звуком, упиться вдруг неведомым родным, дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, чужое вмиг почувствовать своим. Тургенев называл вдохновение приближением Бога, озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает притворять это озарение в слова. Толстой сказал о вдохновении пожалуй проще всех. Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения. Но как бы мы не определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей. Бунт героев В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы. Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью. Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами-бульдогами на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках, но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы. Все это было очень таинственно, но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать. У нас детей по соглашению со взрослыми был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители. Мы воображали, что это рискованное дело и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни и перепрятывали наши гостинцы подальше во внутренние потайные карманы. Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем, как бросить письмо в ящик, мы оглядывались, нет ли поблизости пристава или городового, как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем. Среди арестантов я помню человека с седой бородой, его называли старостой. Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними не бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа. Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете? Я пять лет переношу вещи и характер их не знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее ни жми, не уступит. Поломается а не уступит. Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героях есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его, но разговор об этом еще впереди. Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно, другие очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи. И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков Алексей Николаевич Толстой. Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций. Молодой Чехов сказал Короленко, вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас о ней рассказ? И он бы написал его, конечно. Можно представить себе, что человек, подобрав на улице помятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь, и ширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками, и начнет литься свободно и ровно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов. И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флабер, или хохочет, как Гоголь. Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью. Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели. Недаром Боротынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем «Пушкин молодой, сей ветренник блестящий, все под пером своим, шутя животворящий». Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов. Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем, как ему появиться, я исписал лист бумаги и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи? Забытая книга о Севере. Основной цвет Севера фольга, пар над рекой, женщины полощут белье в прорубях, дым, надпись на колокольчике у Александра Ивановны «Я вешу у дверей, звони веселей» и колокольчик «Дар Валдая», звенит уныло под дугой. Их зовут Дар Валдаями. Война. Таня. Где она? В каком глухом городе? Одна. Тусклая луна за облаками, страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света от лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах, ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дому в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить. Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Его ничем нельзя угодить. Все как будто видно, даже витые свечи, оливковые на рояле. Но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем певица. Эвакуация, рассказ об ожидании, чужой дом, старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака, стамбули или месоксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка, золушка, нянька, больше пока никого нет. Любовь, говорят, протягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности применительна к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в снегах, неизбежность появления человека, от кого-то все приходит на имя уморшего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом ключ. Какие письма? Что в них? Моряк, сын, страх перед тем, что он приедет, ожидания, нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи в ином качестве, ноты, полотенца с дубовыми листьями, рояль, березовый дом, настройщик, все чехи хорошие музыканты, закутанный до глаз, все ясно. Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это, хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета. Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая. Как только в начатой вещи появляются люди, и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой, конечно, дал писатель. Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то, что творцом этих характеров является писатель. Если же писатель заставит героев действовать вопреки внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов. Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой. Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд. Толстой улыбнулся и ответил. Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей, представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее. То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы. Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется. Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы», говорил Алексей Николаевич Толстой, «не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением». Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой. Вещь по-настоящему со всей силой начинает жить в сознании писателя только во время работы над дней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического. Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана. Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя далеко не сводится лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов его произведения обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души. История одной повести «Планета Марц». Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кора Бугас». Как все это произошло? Во времена моего детства в Киеве на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах. Старика этого звали звездочетом и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад. Установив телескоп, старик говорил заученным монотонным голосом. «Любезные сеньоры и сеньорины, Буана Джорно, за пять копеек вы уносите с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, именующую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может в раз погибнуть на войне от фузельерской пули? Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс. Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и вернул Марс но тот опять начал сдвигаться к медному ободку. Ну как? спросил отец. Ты видишь что-нибудь? Да, ответил я. Я даже вижу каналы. Я знал, что на Марсе живут люди марсиане и что они выкопали неизвестно для чего на своей планете громадные каналы. Ну, положим, сказал отец. Не выдумывай. Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном. Итальяне Скиапарелли и то в большой телескоп. Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на звездочеты никакого впечатления. И еще я вижу какую-то планету налево от Марса, сказал я неуверенно, но она почему-то бегает по небу во все стороны. Да я кажется планета, добродушно воскликнул звездочет, то я ка гадючка заскочила тебе в глаз. Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку. От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными. Нет, в то время у меня не было никакой охоты унести с Земли на Луну или Марс. Почему он красный? спросил я отца. Отец рассказал мне, что Марс умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля, с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в Исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый. Значит, Марс шар из песка, спросил я. Да, пожалуй, согласился отец. То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню, но это будет через многие миллионы лет, так что ты не пугайся. Да, в конце концов, люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие. Я ответил, что совершенно не пугаюсь, но на самом деле мне было и страшно, и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть не половину всей площади на Земле. С тех пор боязнь пустыни, хотя я еще тогда и не видел, приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самомах и кораблях пустыни верблюдах, но они меня не прельщали. Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней. На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу. Лето было дождливое, теплое, густо росли травы, крапива около плетней вытянулась в человеческий рост, жито колосилось на полях, от огородов тянуло сочным укропом, все предвещало богатый урожай. Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пискарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал «катится, кат, чертяка, чтоб ему сгинуть навеки». Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал «тато ж суховей, пекло проклятое, ветер из бухары с пустыни, все попалит, от какое несчастье наближается, Костик, не будя чем даже дыха ты». Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне «текай до хаты, а то забьет глаза пылью, а я поплетусь следом, текай». Я побежал к хате, но суховей настиг меня в пути. Вихри неслись шурша песком и подымая к небу птичьи пух тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза. На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону завернутую в шитый рушник. «Господи, спаси и помилуй», испуганно обормотала она. «Причистая Богородица, пронеси краем». На хату налетел кружась смерч. Зазвенело плохо замазанное стекло. Солома на стряще задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи. Отца с нами в то время не было. Он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена. Я помню, что тяжелее всего был нарастающий шар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платья. Поэтому я заплакал. К вечеру листья на густых ракитах поникли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара черноватой пыли. К утру листва пожухло и высохло. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью. Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку у ворота своей пасконной рубахи. Руки у него тряслись, и он говорил, когда за ночь не утихомирится, то чисто попалит все жито, и садочки, и огороды. Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой. Земля на глазах превращалась в серое пепелище. По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на заваленках, прячась от ветра, ковыряли палками, дрючками землю и изредка говорили, каменю-ка они земля, прямо смерть ухопила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку. Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно ответил. Пропал урожай, пустыня идет на Украину. А можно что-нибудь сделать, спросил я. Ничего. Не выстроишь же высокую каменную стену в две тысячи верст длиной. Почему, спросил я, построили ведь китайцы свою великую стену? Так кто китайцы, ответил отец. Они были великие мастера, да и когда это было? Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но, конечно, они продолжали жить в глубине моей памяти и изредка и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух всегда вызывающих у меня непонятное беспокойство. К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, моросящие пасмурные дожди. Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессилией на яростью против пустыни. Ливенские грозы Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе. В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орловской области. Я готовил тогда к печати мой первый давно написанный роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться, и никто и ничто не помешает работать. В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой быстрая сосна, выросшей ущелье в толще желтого дивонского известняка. Я снял комнату на окраине в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой, позади дома тянулся и переходил в береговые заросли на половину высохший сад. У пожилого и робкого хозяина, продавца газет в станционном киоске, была мрачная тощая жена и две дочери, старшая Анфиса и младшая Полина. Полина слабенькая, прозрачная, когда разговаривала со мной, все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет. Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница и почти ничего не делала по дому, только часами лежала в саду на сухой траве и читала. На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинения иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги. Несколько раз я замечал сверху из сада Анфису на берегу быстрой сосны. Она сидела под крутым обрывом около куста боярышника рядом с хилым подростком лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами. Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам. Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике. А я-то наивно рассчитывал, что в тихих ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал в своем романе. Но жизнь тотчас же разбила в дребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой. Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у него есть какая-то горькая тайна. Так оно и оказалось. Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в ливнах бывали очень часто. Жители объясняли это тем, что ливны стоят на залежах железной руды, и будто бы эта руда и присасывает грозы. Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула. Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон. Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка, крикнула она и задохнулась. Мать, уймись, неуверенно прикрикнул хозяин на жену. Пусть живет дура по своему сердцу, с ней не сладишь, а денег тебе, Анфиса, все одно не дам. Не нужны мне ваши проклятые деньги, крикнула Анфиса. Я сама заработаю, увезу его в Крым, может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно, сраму вам не миновать, так и знайте. Я начал догадываться, что происходит. За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался. Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль. Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку. «Господи!» прошептала она. «Что же это будет? А тут еще такая гроза!» Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему или наложит на себя руки. Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я слышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул. Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин. Беда у нас, сказал он за дверью мертвым голосом. Не взыщите, что обеспокоил. А что случилось? Анфиса убежала. В чем была? Я пойду на слободку к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти. Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с не могу объяснить, почему, но я знал, что сейчас случится несчастье. Пойдемте на берег, тихо сказала Полина. Фонарь у вас есть? Есть. Несите скорее. Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке. Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом. Анфиса! Вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. Напрасно она закричала, подумал я. Напрасно! Молнии колыхали за рекой уже обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли. Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь чуть светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет. Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли. Полина закричала и бросилась назад к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду. «Нечто ночью найдешь, да еще при таком дожже», говорил перевозчик и зевал, сон у него еще не прошел. «Пока не всплывет, все равно не сыщешь, знать и красивых смерть не щадит. Вот она как, милый мой, разделась значит, чтобы легче было помирать, ну и девица». Нашли Анфису на следующее утро около плотины. В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах. Какая-то старушка сказала мне, «Ты на нее не гляди, милый, нельзя, ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется». Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин. На похоронах было много народу, Коля шел далеко позади, боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез. Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее, не в город, а на станцию, в низкий темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи. Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, стесняясь и переругиваясь, ринулись в зал. Судя по моложавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел. Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопения мальчишек. Когда сеанс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты. Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось. Оказалось, что седой человек брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, тронутый мозгами, получает от советского правительства большую пенсию, а за что неизвестно. Раз в месяц в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино. Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно. Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек, не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской Слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор. Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалось на сердце. Однажды к ней пришел врач, Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в Пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки. От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас, и в Европе. «Незачем вам здесь жить», тоном врача, непривыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна. «Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть, да и обстановка мрачноватая, куда тут работать? Переезжайте ко мне, у меня мать-старушка, брат, да я, а квартира при станции в пять комнат, брат деликатный человек и мешать вам не будет». Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким, одним из будущих героев моей повести «Кора Бугас». В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным. Старушка-мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь. Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза. Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал, но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой. История болезни Шацкого описана в «Кора» Бугазе. Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к белым. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим. Когда каждого второго, он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне. Каждый день к вечеру Шацкий ходил на Ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет народных комиссаров. По просьбе Марьи Дмитриевны начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала. Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал. Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты. «Никогда так не ставьте туфли», сердито сказал Шацкий. «Это опасно». «Почему?» «Сейчас узнайте». Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги. «Прочтите», сказал он. «Когда кончите, то постучите мне в стенку. Я приду и если вы чего-нибудь не поняли, объясню». Он ушел. Я начал читать. «Совет народных комиссаров». Неоднократно я предупреждал Совет народных комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране. Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия, как, например, в каменном угле, нефтесланцы. Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее, но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались. Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах Девонского известняка. В Девонский период на Земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим. Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты Девонского известняка. Каждый аммонит, маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию. За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю «к счастью», потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей, и ими руководили бы только низменные слепые инстинкты, а это означало бы гибель культуры. Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию Девона и оживлять аммониты. Поскольку самые богатые толщи Девона лежат под нашими ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода. План освобождения психической энергии Девона в районе Ливень разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь, и план сорвется. Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков, поскольку план фашистов рассчитан именно на привычные течения жизни в Ливне, и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта частность возможно не предусмотрена планом и от такого в сущности пустяка он будет сорван. Должен добавить, что естественное, правда ничтожное, просачивание психической заразы из пластов Девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах Девонского известняка Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка Кромы всем ворам Хоромы, Ливны ворами Дивны, а Елец всем ворам Отец. Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь. Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва. Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Марь Дмитриевна умели скрывать их от посторонних. На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гемеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Старушка мать вскрикнула. Марь Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала, «Ты чего чудишь?» Шацкий, виновата улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество. «Иди к себе», также строго сказала Марья Дмитриевна. встала и с сердцем открыла Насте шокна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока. Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе. Но в свои ясные часы Шацкий охотно и много говорил. «Тогда-то я и узнал, что больше всего работал он в Средней Азии и был одним из первых исследователей Карабугасского залива. Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля. От Шацкого я впервые узнала Карабугази, устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабелита в его воде, о возможности уничтожения пустыни. Пустыню Шацкой ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо, страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, с трупом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы. Пустыня умеет только убивать, говорил он. Это смерть. Человечество должно понять это, если оно, конечно, не спятило с ума. Странно было слышать такие слова от сумасшедшего. Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ей дохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно, бить без устали, пока она не сдохнет, и на ее трупе вырастить влажный тропический рай. Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне, отголосах моих детских переживаний. Если бы люди, говорил Шацкий, потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней, и науку, и культуру, даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни. «Вася», громко сказала из своей комнаты Марья Дмитриевна, «успокойся, войны больше не будет, никогда». «Никогда это ерунда», неожиданно ответил Ишацкий, «не дальше, как сегодня ночью, оживут аммониты, и знаете где? Около Адамовской мельницы, пойдемте прогуляемся и проверим». Начинался бред. Марья Дмитриевна увела брата, дала ему бехтеревки и уложила в постель. Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кора Бугаза». Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться. Старуха все еще лежала, старика не было дома. Полина пошла проводить меня до города. Были сумерки, лед трещал в колеях, сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие розовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом. Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она оказалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней, одинокой и застенчивой, заполнила мое сердце. Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни, самоварный дымок висел над садами, за голыми ветками деревьев уже блестели звезды. Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и ложь, и пренебрежение к человеческому сердцу. Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней, она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала, «Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич». Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой. Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне. Ночью я вышел покурить в тамбур, пропустил окно и высунулся наружу. Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку, по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохкот колес. Воздух, бустостуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы. А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуношное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной, не то болотной, не то речной воде. Поезд грохотал, гремел в пару, в дыму, пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях, за окнами пронетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом. Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее. Я пел, высунувшись из окна какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распустившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать, и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень нежная синева. Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию пока не сообразил, что это занимается новая заря. Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении писать, писать и писать. Но о чем писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты как магнитом мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти. Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кора Бугаза», а могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца. С тех пор началась новая полоса жизни, так называемое вынашивание замысла, вернее, наполнение его реальным содержанием. Изучение географических карт. В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал, в своем воображении, конечно, по его безводным восточным берегам. Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по несколько часов, как над увлекательной книгой. Я изучал течение неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безымянные фактории, повторял, как стихи, звучные названия югорской шар и гибриды, гвадорама и инвернес, онега и кордильеры. Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам. Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами. Он говорил, что оно сулит мне много разочарований. «Если жизнь сложится удачно, говорил отец, и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения, ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей стороной, а небо над экватором серым и скучным». Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо было хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно было таким густым, что даже снега на Килиманджаро приобретали его индиговый цвет. Но как бы то ни было, я ничего не мог поделать с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав. Когда я впервые попал, например, в Крым, его я до того вдоль и поперек изучил по карте, то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал. Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я приехал в Крым без всякого понятия о нем. На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно хорошо запоминались. Мне кажется, что так же велика и роль нашего заочного знакомства с некоторыми людьми. У каждого есть свое представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели бы его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память. А если бы этого предварительного представления не было, то, может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе, и он оставался бы для нас совершенно обычным человеком. Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа. Блеск глаз, живость, даже некоторую вертлявость, смешливость, изящество одежды и сильный украинский акцент. Эти мысли мне трудно выразить с полной убедительностью, но я думаю, что это именно так. Привычка странствовать по картам и видеть в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности. На этих местах всегда остается как бы легчайший след вашего воображения, дополнительный свет, дополнительный блеск, некая дымка, не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами. Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне, почти все, что мог найти в Ленинской библиотеке. Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вомбери, Мак Гахама и Грум Гржемайла, Дневники Шевченко на Мангышлаке, Историю Хивы и Бухары, Докладные записки лейтенанта Бутакова, Труды путешественника Карелина, Геологические изыскания и стихи арабских поэтов. Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной. Наконец, пришла пора ехать на Каспий, в Карабугас, но у меня не было денег. Деньги я все же, хотя и с великим трудом, достал и поехал в Саратов, а оттуда спустился по Волге до Астрахани. Там я и застрял. Скудные мои средства кончились, и мне пришлось, чтобы двинуться дальше, написать в Астрахани несколько очерков для журнала «Тридцать дней» и для астраханской газеты. Для того, чтобы написать эти очерки, я ездил в Астраханскую степь и на Эмбу. Эти поездки также помогли мне написать книгу о Карабугазе. На Эмбу я плыл по Каспийскому морю вдоль берегов, заросших широкой полосой тростника. Старый колесный пароход назывался странно гелиотроп. Как на всех старых пароходах, на нем было много красной меди, поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают, все было медное. Гелиотроп напоминал начищенный кирпичом до яркого блеска бокастый дымящийся самовар, болтающийся на невысоких волнах мелкого моря. Тюлени лежали в теплой воде этого моря вверх брюхом, как купальщики. Изредка они лениво шевелили пухлыми ластами. На рыбачьих плавучих пристанях рыбницах свистели и хохотали вслед гелиотропу белозубые девушки в синих матросских робах. Щеки у них были залеплены чешуей. Белые облака и белые песчаные острова отражались в глинцевитой воде и временами их было невозможно отличить друг от друга. Городишко Гуриев курился кизячным дымком, а на Эмбу я ехал через безводную степь в только что пущенном моторном поезде. В досоре на Эмби сопели среди озер с ярко-розовой водой нефтяные насосы, пахло рассолом, в окнах домов не было стекол. Их заменяли частые металлические сетки, на них сидело снаружи столько гнуса, что в комнатах было темно. При мне одного из пассажиров укусила фаланга, он через день умер. Средняя Азия дышала зноем, звезды по ночам светили сквозь пыль, старые казахи ходили по улицам в широких коротких шароварах из набивного ситца с пестрым рисунком, по розовой ткани были разбросаны огромные черные пионы и зеленые листья. Но из каждой поездки я возвращался в Астрахань, в деревянный домик одного из сотрудников Астраханской газеты. Он затащил меня к себе и я у него прижился. Домик стоял на берегу Варвацеева канала в маленьком саду, где горами цвела нас Турция. Я писал свои очерки в беседке, такой крошечной, что там мог поместиться только один человек. Там же я и ночевал. Жена журналиста, болезненная и приветливая молодая женщина весь день тайком плакала на кухне, перебирая распашонки. У нее два месяца назад умер только что родившийся мальчик. Из Астрахани я уехал в Махачкалу, Баку и Красноводск. Все дальнейшее описано у меня в Карабугазе. Я возвратился в Москву, но через несколько дней мне опять пришлось уехать корреспондентом на Северный Урал, в Березники и Соликамск. Из неправдоподобной азиатской жары я попал в край сумрачных елей, болот, покрытых лишаями гор и ранней зимы. Там я начал писать Карабугаз в гостинице в Соликамске. Она помещалась в бывшем монастырском здании. В гостинице пахло семнадцатым веком, ладаном, хлебом, кожами. По ночам сторожа в тулупах отбивали часы в чугунные доски. В мутном свете снегов белели древние алибастровые соборы времен царствования Строгановых. Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать о ней. Вот очень короткая, переданная скороговорка история Карабугаза. Нет возможности не только рассказать, но просто перечислить все встречи, поездки, разговоры и случаи, которые были связаны у меня с Карабугазом. Вы, конечно, заметили, что только часть и то, пожалуй, небольшая собранного материала вошла в повесть. Большая часть его осталась за бортом книги. Но жалеть об этом не стоит. Этот материал в любое время может ожить на страницах новой книги. Я писал Карабугаз и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря. После выхода Карабугаза критики нашли в этой повести композицию по спирали и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем. Когда я работал над Карабугазом, я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лирическим и героическим звучанием, которое можно выразить живописно и точно. Будь то повесть о глауберовой соли или о постройке бумажной фабрики в северных лесах. Все это способно с огромной силой ударить по сердцам при непременном условии, что человек, пишущий эти повести, стремится к правде, верит в силу разума, в спасительную власть сердца и любит землю. Зарубкино сердце. О, память сердца! Ты сильней, рассудка памяти печальной. Батюшка. Читатели часто спрашивают людей, пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает. Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни. Жизненный материал все то, что Достоевский называл подробностями текущей жизни, не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала. Живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях и каждый день жизни оставляют, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки. Необходимо, чтобы у читателей, а, кстати, и у иных молодых писателей исчезло представление о писателе, как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном записывателе и соглядатой жизни. Тот, кто будет заставлять себя накапливать наблюдения и носиться со своими записями, как бы чего не забыть, конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками. Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа, и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно их наблюдать. Наблюдать, так сказать, по долгу службы из чисто деловых побуждений. Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобятся, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы. Одна из основ писательства — хорошая память. Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мной рассказ «Телеграмма». Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка, дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь Настя жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери. Она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги. Я занял одну комнату в гулком большом доме с подчернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими пыльными половицами. Кроме старушки и меня в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным. Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный как и дом сырой и озябший сад. Я приехала работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла. Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль просиживать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам уже готовым к приходу зимы. Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись и от них тянуло запахом спирта. Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом. Иногда я ходил удить рыбу на протоке Оке. Там в завроцлях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно. А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву, в воздухе запахло водянистым снегом. Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Одно я знал твердо, что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми и ясными мыслями. Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые обтрепанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе ложились на бумагу слова. Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материалом, люди, события, отдельные частности и подробности, это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу. Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах, их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей. Автопортрет Брюлова, Несение Креста, Птицелов, Перова и портрет Полины Виардо. Стекла в окнах были старенькие и кривые, они перевливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза. Вся мебель, диваны, столы и стулья была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы. В доме было много смешных и уже ненужных вещей. Медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках Париж. Запыленный букетик камелий, сделанный из воска, он висел на огромном заржавленном костыле, круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки. Было три толстых календаря за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую, жену Пушкина, и Елизавету Ксаверьевну Воронцову, женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю, почему. Может быть от того, что в доме было мертвенно тихо, далеко на оке, около Кузьминского шлюза кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи. Ненастный день потух, ненастной ночи мгла, по небу стелится одеждаю свинцовой, как привидение за рощей сосновой луна туманная взошла. По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай. Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная. Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами. Ну вот еще, что вы думали? Я ее стыдил, но она и мне говорила, ну вот еще, будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая. Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Иванну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы калибри, то стеклярусовую наколку или желтая от времени кружевца. Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Бюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила, ну вот еще, что вы думали? Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать своих младшеньких. Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства, письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насте, красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, воплощение нежности и чистоты. Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знала от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе-горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает, забыла, значит, мать. Одни у Катерины Ивановны считанные, не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы очаровательной красоты, так говорила о них Катерина Ивановна. Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов, никому неизвестно. Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад. В нем она не была с ранней весны, все не пускало слабость. Дорогой мой, сказала Катерина Ивановна, уж вы не взыщитесь меня со старой, хочется мне напоследок посмотреть сад, в нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым, да и кое-какие деревья я посадила сама. Она одевалась очень долго, надела старый теплый салопчик, теплый платок и крепко держась за мою руку, медленно спустилась крылечка. Уже вечерело, сад облетел, палые решали идти, они громко трещали и шевелились под ногами. Над зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца. Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала. Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдя своих слез. «Не дай вам Бог, родной мой», сказала она мне, дожить до такой одинокой старости. Не дай вам Бог. Я осторожно повел ее домой, а вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца. Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальцином об удивительных мраморных статуях Латерана. Я читал эти письма как всегда ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как деревенский сторож стучит у околицы в колотушку. Тогда я заинтересовался Торвальцином, достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником христианом Андерсоном и несколько лет спустя написал об Андерсоне рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому. А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело, жаловалась она только на усталость. Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть поближе. Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом «Идите! Бабка помирает!» Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс, он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина. Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу до доктора. Больница стояла далеко в лесу. Черный ветер нес по рубке запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки. Врач впрыснул Катерине Ивановне комфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце. Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки, и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза. Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала, «Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить?» Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой, пожелание о том, что надеть на нее после смерти, и отдал записку женщинам, что пришли утром приготовить Катерину Ивановну в последний ее путь. Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала прибранная на столе, и я остановился пораженный. Она лежала тоненькая, как девушка в старинном бальном платье золотистого цвета со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к корсажу. Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, можно было подумать, что это лежит молодая и стройная женщина. Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон. Все рассказанное выше, это и есть тот писательский, житейский материал, из которого рождается проза. Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени, все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной травмой, какую она переживала в последние свои дни. Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное мною тогда вошло в телеграмму. Многое осталось за рамками рассказа, как это обычно и происходит. Сплошь и рядом для короткого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, поднять большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное. Мне не раз пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы. Но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и о его биографии, о той среде, из которой он вышел. Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы. То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа. Я рассказала о телеграме, но у каждого рассказа своя история и свой материал. Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползли от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубника, каким зарастают склоны крымской яйлы. По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд. Поэт Осеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании. Это было во время испанских событий, о древнем небе Барселоны. Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов «Прощай, земля, корабль уходит в море, и чайки след остался за кормой». По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании. Мы ездили в Семеистскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо, сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба. Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по Яйле, запутывался в сосновой хвои и затихал. Ночью в небе ракатали невидимые самолеты. Я читал книгу немецкого писателя Бруно Франко о Сервантете. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз. В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейк, благородные люди Германии покинули свою родину, не желая быть сообщниками коричневой чумы и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма. Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака. Гайдар прикидывался, что ничего не понимает в литературе, он вообще любил прикидываться простаком. Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать. Вот целый ряд подробностей тогдашней текущей жизни. Из них сложился рассказ «Созвездие гонщик-псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше. Сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое. Все это спаяно, конечно, в определенном соотношении и вошло в определенный сюжет. Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы ледь мотивом рассказа. «Алмазный язык» «Дивишься драгоценности нашего языка, что ни звук, то и подарок, все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право иное название еще драгоценнее самой вещи». Гоголь «Родник в мелколесье» «Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные камни излучают таинственный блеск. Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет, и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики. Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света. Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова. Аквамарин считается по своему имени аквамарин морская вода, камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого, зеленоватого цвета и бледно-синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным, именно серебряным, а не белым, огнем. Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд. Очевидно, это цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота все же кажется нам необъяснимой. Сравнительно легко объяснить происхождение поэтического излучения многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием. Но действие самого слова, а не понятие, которое оно выражает, на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зорница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии. Конечно, это ощущение слов очень субъективно, на нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово, но я далек от мысли навязывать это восприятие другим. Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой. Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает до косточки свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. Для всего, что существует в природе, воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав, в русском языке есть великое множество хороших слов и названий. Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емко и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг, таких знаков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришлин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник музыки, сам народ, крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бакенщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото. Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником. Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи. Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие богульника. Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород, ели сосна, осина и береза, растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице. Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел многие черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши. Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной, но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики, брусники и желтые сосновые иглы. Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром. Родник, сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавший сожук. Должно Волга тоже начиналась из такого оконца. Да, должно быть, согласился я. Я большой любитель разбирать слова, неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся. И вот скажи на милость, бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя. Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил. Вы, вроде книги пишете? Да, пишу. Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как-то не прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом, и так их прикинешь, и так, откуда они взялись. Да ничего не получается. Познаний у меня нет, не обучен. А бывает, найдешь слово объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек, простой обходчик. А какое слово к вам привязалось сейчас? спросил я. Да вот это родник. Я это слово давно приметил, все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно от того, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется через всю нашу матушку землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит. Родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой, как бы родня, повторил он и засмеялся. Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка. Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключалась в этих словах. Язык и природа. Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но также общение с пажителями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины. Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России, лето обильное грозами и радугами. Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами. В это лето я узнал наново, на ощупь, на вкус, на запах много слов, бывших до той поры, хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ, а вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложено без ножевых образов. Какие же это слова? Их так много, что трудно решить даже с каких слов начать. Легче всего, пожалуй, с дождевых. Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, облажные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами, полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни, проливни. Но одно дело знать умозрительно, а другое дело испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей. Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально по одной привычке. Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя. Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать. В этом очевидно и заключается тайна так называемого подтекста. Но вернемся к дождям. С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями. Все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не тянуло тучек, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились. Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах. Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченный дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы. Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково дождиком. Дождик собрался, дождик припустил, дождик траву обмывает. Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться. Чем, например, отличается спорый дождь от грибного? Слово спорый означает быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно, он всегда приближается к набегающим шумам. Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает, и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг. При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает. А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые, он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой. Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно, поэтому после него начинают буйно лезть грибы, липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки. Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба плотва. О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят, царевна плачет. Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы, а кому же и плакать такими сияющими слезами горе или радости, как несказочной красавице царевне. Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков, от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной. Все это только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде, но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой. Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер. Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений. Летние грозы проходят над землей и заваливаются за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья. Радуги свергают над дымной сырой далию. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, ракочет, встряхивает землю. Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал, «Пойдем смотреть грома». Он был прав, сказав это слово во множественном числе. Гроза была облажная и гремела сразу со всех сторон. «Мальчик сказал смотреть грома», и я вспомнил слова из божественной комедии Данте о том, что солнце луч умолк. И тут, и там было смещение понятий, но оно придавало слову необычайную выразительность. Я уже упоминала зорницы. Чаще всего зорницы бывают в июле, когда созревают хлеба, поэтому и существует народное поверье, что зорницы зарят хлеб, освещают его по ночам, и от этого хлеб наливается быстрее. В Калужской области зорницы называют хлебозар. Рядом с зорницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря», одно из прекраснейших слов русского языка. Это слово никогда не говорят громко, нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать, потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева, разведняет, как говорят об этой поре суток в народе. В этот заревой час низко над самой землей полыхает утренняя звезда, воздух чист, как родниковая вода. В заре, в рассвете есть что-то девическое, целомудренное, на зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком и поют в туманах за околицами пастушьи жалейки. Светает быстро, в теплом доме тишина, сумрак, но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света и бревна загораются, как слоистый янтарь. Расходит солнце. Осенние зори иные, хмурые, медленные, дню неохота просыпаться, все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет. Все никнет, только человек не сдается, с рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле, а потом глядишь и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия закат солнца и вечернюю зарю. Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок, от червонного золота до бирюзы и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь. Кричат в кустах хоростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами. Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь вечерней и утренней. Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин. Люблю тебя, Петра творения, Люблю твой строгой, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей, прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую, спешит да в ночи полчаса. Эти строки не только вершины поэзии, в них не только точность, душевная ясность и тишина, в них еще все волшебство русской речи. Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому, потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи. Тот народ, который создал такой язык, поистине великий и счастливый народ. Груды цветов и трав Не только лесник искал объяснение слов, ищут их многие люди и не успокаиваются, пока не находят. Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина «и меня по ветреному свею, потому ль песку поведут с веревкою на шее полюбить тоску». Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его. Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряной свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром, но как? Узнал я смысл этого слова от писателя краеведа Юрина. Юрин был придирчиво любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России. Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и капелькам всяких интересных черт из краевой, а то из районной географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам. Юрин приехал ко мне в деревню и мы пошли с ним в луга за реку. Мы шли по мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь. «Вы знаете, как это называется?» спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь. «Нет, не знаю». «Свей», ответил Юрин. «Ветер свивает песок в эту рябь, потому и такое слово». Я обрадовался, как очевидно радовался лесник, когда находил разъяснение слову. Вот почему Есенин написал ветряной «свей» и упомянул про песок, «потомуль песку». Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы. Родина Есенина, село Константиново, теперь Есенина, находилась недалеко за окой. В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей. В этих как бы безлюдных лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч. Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокари, поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно даже в солнечный день. Сидел я у самой воды в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловатой но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха, должно быть караси копались выли, отыскивали пищу. Наверху надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик. Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая должно быть подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голоском. Так во время воздушный тревог и народились красавица дочь. Дальше она слов не знала и помолчав снова заводила свою песню о воздушной тревоге. тревога, тревога, сердито сказала девочка с хрипловатым голосом. Маешься цельный день, чтоб в школу их определить, всю эту ораву, всю братью. А чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски. Тревоги тревоги говорить, а не тревоги. Вот скажу, отца он тебя проучит. А мой Петька анадость, сказала другая девочка, двойку приволок по арифметике. Уж я его утюжила, утюжила, аж руки замлели. Врешь ты все, Нюрка, сказал басом маленький мальчик. Петьку маменька утюжила и то чуть. Ишь сопливый прикрикнула Нюрка, разговаривая радостно воскликнула хрепловатоя. Ой, что я вам сейчас расскажу. Где-то тут около птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь до самой макушки, как почнет гореть синим огнем, как почнет, и так горит, и не сгорает до самой зари. А подойти к нему страшно. А че же он горит, Клава? испуганно спросила Нюрка. Клад показывает, ответила Клава. Клад под ним закопан, золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания, они тут же избудутся. Дай, требовательно сказал мальчик. Чего тебе дать? Карандашик, отвяжись ты от меня. Дай, крикнул мальчик и неожиданно заревел противным оглушительным басом. Дай, карандашик, дурная! Ах, ты так, крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок. Несчастье мое, на что только я тебя породила? Мальчик непонятно почему, но сразу затих. А ты, милая, сказала Клава притворным сладеньким голосом, не бей ребятишек своих, недолго и поморки отбить. Ты вот как я действуй, учи их уму-разуму, а то вырастут обалдуи, ни себе, ни людям, никакой корысти. Чему его учить-то, сердцем ответила Нюрка, попробуй поучи его, он тебе даст. Как не поучить, возразила Клава, их всему надо учить. Вот увязался за нами скулит, а кругом гляди, один цвет не похож на другой, их тут сотни этих цветов, а что он знает? Ничегошеньки он не знает, даже как зовется вот этот цвет и то не знает. Курослеп, сказал мальчик, да не курослеп это, а медуница, сам ты курослеп. Мядуница, даже с некоторым восхищением повторил мальчик, да не мядуница, а медуница, скажи правильно, мядуница, поспешно повторил мальчик и тут же спросил, а это какой? розовый? это мяда, повтори за мной, мяда, ну мяда, согласился мальчик, ты не нукай, а чисто за мной повторяй, а вот это таволга, такая пахучая, пахучая, такая нежная, принежная, хочешь сорву? Мальчику, видимо, понравилась эта игра, он, посапывая, добросовестно повторял заклавой название цветов, а она так ими и сыпала, вон глянь, это подмаренник, а это купава, вот та с белыми колокольцами, а это кукушкины слезки. Я слушал и только удивлялся, девочка знала множество цветов, она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чабрет, зверобой, чистотел и много других цветов и тракт, но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван. Я обстрекался, вдруг опять густо заревел мальчик, куды вы меня завели, дурные, в самые колючки, теперь я домой не пойду. «Эй, девчонки!» крикнул издали стариковский голос, «Вы чего малого обижаете?» «Да он, дед пахом, сам обстрекался!» крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила в пол голоса, «У, бессовестный, ты сам всякого изобидишь!» Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз на озеро, увидел мои удочки и сказал, «Тут человек рыбу лавит, а вы колган подняли на весь свет, мало вам что ли лугов?» «Где лавит?» поспешно спросил мальчик, «Пусть мне даст поудить!» «Куда полез?» крикнула Нюрка, «Еще сорвешься в воду неслуха каянный!» Дети вскоре ушли, и я их так и не видел, а старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом, «У вас, гражданин, покурить не найдется?» Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской. Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я чего доброго обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал, «Я лозу пришел резать, для корзин да винтерей, плиту помаленьку». Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка, знает все цветы и травы. «Это клавка-то?» спросил он. «Да это колхозного конюха корноухова дочка. А чего же ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область? Вы с бабкой поговорите, заслушаетесь?» «Да», сказал он помолчав и вздохнул. «У каждого цвета свое наименование, паспортизация значит». Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я. Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького басого мальчика в большом картузе. Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тонюсенький голосок. Так во время воздушной тревоги народилась красавица дочь. Солнце уже садилось за окой, за селом Есениным и освещало косым красноватым светом, тянувшейся стеной на востоке леса. Словари Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка, кроме, конечно, уже существующих общих словарей. В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом хорошие и меткие местные слова, в третьем слова людей разных профессий, в четвертом мусорные мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык. Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи. Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрепловатая девочка перечисляла разные травы и цветы. Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову. Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из пришлина. Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая все больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду, и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны эолова-арпа. А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Боротынского. И вот сентябрь замедля свой восход сиянием хладным солнце блещет, и луч его взерцали зыбком вот неверным золотом трепещет. Думая об этих словарях, особенно о словаре природных слов, я делил его на разделы слова лесные, полевые, луговые, слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, о реках и озерах, растениях и животных. Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о неисчерпаемых богатствах языка. Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку, у него не хватило бы на нее всей жизни. Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет двадцать, чтобы, конечно, не самому составлять такой словарь, для этого у меня не было необходимых познаний, но хотя бы участвовать в работе над ним. Я даже начал делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно. Однажды, почти все лето, я занимался сбором трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие. Никогда до тех пор я не представлял себе так отчетливо целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени. Эта целесообразность напоминала иногда о себе чисто внешне и даже болезненно. Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом старом русле оки. Оно потерялось связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и длинное озеро. Его окружали такие заросли, что пробраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно. Я был в шерстяной куртке и к ней пристало много колючих семян череды, похожих на плоские двузубцы, репейника и других растений. Дни стояли ясные, холодные, мы спали в палатке не раздеваясь. На третий день прошел небольшой дождь, куртка моя отсырела и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от уколов булавки. Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинтили ее насквозь, потом прокололи рубашку и среди ночи добрались наконец до моей кожи и начали осторожно покалывать ее. Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву, но как только земля становилась влажная дождя, семя, скрученное спиралью, набухало, оживало, ввинчивалось в землю, как бурав и начинало в назначенный ему срок прорастать. Я опять отвлекся от основной нити повествования и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем, тем более, что оно имеет некоторое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал, чисто сравнительное отношение к литературе, в частности, к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания временем и умрут, как тот сентиментальный цветок, что не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней. Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы, романтического дерева наших парков. Этот запах слышен только на отдалении, вблизи дерева он почти неощутим. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии с замкнутым кольцом этого запаха. В этом, очевидно, есть своя целесообразность, но она нами еще не разгадана. Настоящая литература как липовый цвет. Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту. Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие. Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления, и слова Пушкина, душа в заветной лире, мой прах переживет и тленье убежит. И слова Фета «Этот листок, что из сох и свалился, золотом вечным горит песнопение». Можно привести много других таких же высказываний писателей, поэтов и художников и ученых всех времен и народов. Эта мысль должна побуждать нас к усовершенствованию любимых дум, к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства и к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой. Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета. Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя пренебрегать, ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких незначительных и даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки. После этих отступлений я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых почти фантастических словарей. У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие личные словари, но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно. То, что я недавно говорил о роднике, дождях, грозах, заре, свеи и именах разных трав и цветов, тоже возобновленные в памяти записи для словаря. Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе полюбил леса. Первое лесное слово, какое меня совершенно заворожило, было «глухомань». Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его, так же, как и слово «глушняк» от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырыми чащами, заваленными буреломом, с иодистым запахом прелии гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторональ моя, ты сторонушка, вековая моя глухомань». А затем уже шли настоящие лесные слова. Корабельная роща, осинник, мелколесие, песчаный бор, чапыга, мшары, сухие лесные болота, гари, чернолесие, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием. Даже такой сухой технический термин, как лесной межевой столб или пикет, полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то согласитесь с этим. Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший, подсохший высокой травой и земляникой. Этот бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесаной верхушке столба выжжены цифры, номер лесного квартала. Почти всегда на этих столбах греются, сложив крылья бабочки, и озабоченно бегают муравьи. Около этих столбов теплее, чем в лесу, или, может быть, так только кажется. Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками, по нему медленно плывут облака с серебряными краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека. В небе и облаках тот же полуденный покой, что и в лесу, склонившийся к подзолистой земле синий сухой чашечки колокольчика и в вашем сердце. Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб, и каждый раз думаешь, сколько воды утекло, где ты за это время побывал, сколько пережил горя и радости, а этот столб стоит здесь и ночи, и дни, и зиму, и лето, будто тебя, как верный и безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаев, да повелика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато пахнет миндалем, разогревшись от лесной теплоты. Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек, тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, подымаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода, зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой суровой водой. С вышки можно охватить взглядом все дремучее полесье, весь торжественный лесной край, неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека свои загадочные чащи. Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане. Так мы сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог под звездами светившими сквозь кроны сосен одним только нам, потому что все вокруг спало непробудным сном, пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была плотно закутана в туман. Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали, слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая заря. Вот так бы сто лет, сказал Гайдар. Тебе бы хватило? Вряд ли, и мне бы не хватило. Давай котелок, поставим чай. Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он тихо замурлыкал незнакомую мне песню. Лес дремучий, разбойничий, темен с давних времен, нож булатный за пазухой, горячо наточен. От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, ворчала, сердясь на мешавшую ей корягу. Есть еще много слов и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием. Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям с ними связанным. Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки весны, есть в котомке много хороших слов. Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, наздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы, постепенно развозят дороги, наступает распутница, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать и мачеха. Потом на реках происходит первая подвижка льда, именно подвижка, а не движение, когда лед начинает косо подкалываться и смещаться и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода. Ледоход начинается почему-то чаще всего темными ночами, после того, как пойдут овраги и полая талая вода, звеня последними льдинками, черепками, сольется с лугов и полей. Невозможно перечислить приметы всех времен года, поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает сентябрить. Увидает земля, но еще впереди бабье лето с его последним, ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной, пряжей богородицы, как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи, и палым паялым листом засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, вшитых золотом листом полушалках. Унылая пора, а чей очарование, потом ненастья, облажные дожди, ледяной северный ветер сиверка, бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори. Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвольнях, серым снеговым небом. Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами. Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в Межень с трудом проходят пароходы, и чтобы не сесть на мель, надо держать только по главной струе. Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого нужно учиться русскому языку. Паром это шумный деревенский базар, он заменяет собой народные сборища и деревенские чайные. Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодыри мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые покорные своей судьбе лошаденки дергают соседних вазов сена и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зеленого самосада. Чтобы узнать все деревенские, не только деревенские новости, чтобы наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти именно на заваленный стенной трухой щелястый паром и только посиживать там, покуривать, дослушать, переправляясь с берега на берег. Почти все паромщики, люди слова охотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за крутояром высоким берегом и толчется в воздухе и зудит мошкара. Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится, сказать, что, конечно, легкий табак, одно баловство, не доходит он до нашего сердца, но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор. Вообще, вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристаних, их зовут дебаркадерами или конторками, около наплавных мостов плашкоутов со множеством толкущегося там речного народа с его особыми нравами и традициями дает богатую пищу для изучения языка. Необыкновенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шаляпина, без медного всадника в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве. Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одном из своих тикотворений великолепно описал Волгу и Оку, особенно хорошо изображена Ока. Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки. Поемистый, дубравный, в раздолье муромских песков, текущий царственно, блистательно и плавно ввиду почтенных берегов. Ну что ж, запомним почтенные берега и будем благодарны за это Языкову. Не менее, чем природными словами богата наша страна местными речениями и диалектами. Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Слова берутся без разбора, малопонятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи. Существует вершина чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса, потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении наряду со словами подлинными перлами есть много слов корявых и фонетически неприятных. Что же касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласным. Все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает» и пресловутые «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев. Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно. Для того, чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок. Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы. Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу. Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет, чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой. Простота есть необходимое условие прекрасного. Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанских областях, часть, конечно, мало понятна и мало интересна, но попадаются слова, превосходные по своей выразительности. Например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово окоем – горизонт. На высоком берегу Оке, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо окоемого. Из окоемого, как говорят его жители, видно половину России. Горизонт – это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что емлет око. Отсюда и происхождение слова окоем. Очень благозвучное слово стажары. Так в этих областях, да и не только в них, народ называет созвездие Ориона. Это слово по созвучию вызывает представление о холодном небесном пожаре. Плеяды впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно как серебряный пожар. Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово уходился вместо утонул, невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же, как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно». По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы «Эй, малый, да не что льзя так баловаться, совершенно даже нельзя». Все эти слова и о каем, и стажары, и льзя, и глагол «сентябрит» о первых осенних холодах я услышал в обыденной речи от старика с совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому, что он довольствовался в своей жизни самым малым от одинокого крестьянина села Солодь Черезанской области Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года. Дед Семен был чистейшим образцом русского характера, гордого, благородного и щедрого, несмотря на внешнюю скудость своей жизни. Обо всем он говорил по-своему и так, что это запоминалось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где мужики кипели до утра, в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят по квитанции, по чеку. Это ему казалось диким. Да на что она мне, эта квитанция? Я заплатил, значит, давай мне закуску и все. У деда Семена была своя заветная и не сбывшаяся мечта стать столером, но таким великим артистом столером, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу. Но на деле мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать за подлецо оконный наличник или поправить сломанную ступеньку. Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было невозможно. Как человек озаряет те места, где он живет? Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой среди плакучих ветел лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жернов. В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово. Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции, справочные книги для капитана. В них были собраны все сведения о том или ином море, описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей. Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция черного и азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным. Вскоре я узнал причину этого своеобразия. Безыменные лоции издавались с начала девятнадцатого века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов. По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре Новороссийском Норд-Осте Боре в лоции говорится так «Во время Норд-Оста берега покрываются густою мрачностью». Для наших прадедов мрачность означала черный туман, для нас она наше душевное состояние. Вся морская терминология, так же, как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от розы ветров и кончая гремящими сороковыми широтами. Это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах. А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шкунах и клиперах, вантах и реях, кабистанах и адмиралтейских якорях, собачьих вахтах, звони склянах и лагах, гули машин турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, плавучих маяках, приглубых берегах и обрубистых мысах, узлах и кабельтовах во всем том, что Александр Грин называл живописным трудом мореплавания. Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же, как и язык людей многих других профессий. Случай в магазине Альшванга. Зимой 1921 года я жил в Одессе в бывшем магазине готового платья Альшванг и компания. Конец шестой кассеты. Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже. В моем распоряжении были три больших комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки и мои, и поэта Эдуарда Багрицкого выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло. В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель. Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол. Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится, но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала. Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая, море замерзло от порта до малого фонтана, жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые, снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улице лежал снег. В примерочной стояла маленькая жестяная печка-буржуйка, топить ее было нечем, да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на буржуйке я только кипятил морковный чай, для этого хватало несколько старых газет. На третьем ящике был устроен стол, на нем по вечерам я зажигал коптилку. Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хосе Мария Эредия в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели. Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью. Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно, но никто не роптал. Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой Король вывесок. Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление деревяшек, женских туфель, производство которых отличалось античной простотой. В деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок. И на рисование реклам для кино их писали клеевыми красками на кривой фанере. Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое носовое украшение для единственного в то время черноморского парохода «Пестрь». Он собирался идти первым рейсом в Батум. Сооружение сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом. Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее. Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболь, милый, всегда чем-то взволнованный, неусидчивый человек. Однажды Соболь принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме, и безусловно талантливый. Все прочли этот рассказ и смутились. Печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим. И не столько из-за авторского самолюбия его-то как раз у Соболя почти не было, сколько из-за нервозности. Он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес. Мы сидели и думали, что делать. Сидел и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина. Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции. Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз. Поздним вечером было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно был на перекрестках. Милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина. Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя, она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда. К вам гражданин просится, сказал Жора, удостоверьте его личность, тогда я его впущу, тут мастерские, одних красок говорят на триста миллионов рублей. Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в моряке миллион рублей в месяц, по базарным ценам, и хватало на сорок коробков спичек, то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жорье. За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность, Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придет к нам погреться и попить чайку. Вот что сказал Благов. Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь, нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного волка привычка не выпускать из рук хорошие рассказы. Что же поделаешь, ответил я. Дайте мне рукопись, клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой на лонжерон невозможно, наверняка разденут, и при вас я пройдусь по рукописи. Что значит пройдусь, спросил я. Пройтись это значит выправить? Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова. А как же вы сделаете? А вот увидите. В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга и вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился. Благов вынул из кармана агарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски велись по ней спиралью. Он зажег этот агарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке. Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы. Поимейте в виду, сказал Жора, что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете? Исправляем рассказ, ответил я, для очередного номера. Поимейте в виду, сказал Жора, что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите Бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тюте. Для меня культура выше всего, а что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Луврд в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной, то слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Я забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история. Не очень ответил я. У вас есть сахарин? Есть, ответил Жора, в таблетках. Могу поделиться. Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто. Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная литая проза. Все стало выпуклым, ясным, от прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени, при этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова. Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного как чай кубанского табака и усмехался. Это чудо, сказал я. Как вы это сделали? Да просто расставил правильно все знаки припинания. У соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки и абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках припинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки припинания это как нотные знаки, они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться. Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем. «Кто трогал мой рассказ?» закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела под стол. «Никто не трогал», ответил я. «Можете проверить текст». «Ложь!» крикнул соболь. «Брехня!» «Я все равно узнаю, кто трогал». Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты, но, как всегда, на шум примчались стучать деревяшками обе наши машинистки Люсьена и Люся. Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом. «Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки припинания, это значит тронуть его, то извольте». Трогал я по своей обязанности корректора. Соболь бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно по-московски поцеловал его. «Спасибо, сказал взволнованно Соболь, вы дали мне чудесный урок, но только жалко, что так поздно, я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам». Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков припинания. После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя. Как будто пустяки. Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель. Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги и тотчас же захочется писать самому, как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет вас, заражает и заставляет браться за перо. Удивительно, что нередко такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам. Я знаю одного литератора, крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин. Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса, что касается меня, то любая страница из писем из Рима Стендаля вызывает желание писать, хотя я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя. Признаться, я не задумывался над этим случаем. Упомянул же о нем лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных на первый взгляд обстоятельств и привычек, помогающих писателю работать. Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Недаром Болдинская осень стала синонимом поразительной творческой плодовитости. «Осень подходит», писал Пушкин Плетневу, «это любимое мое время, здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает». Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко. Осень — это прозрачность и холод, прощальная краса с ее четкостью дали и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редеют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженными ветви. Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением рукой писателя. Ключ поэзии прозы бьет чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно, только немного зябнут пальцы. К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Боротынский. Испеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты. Пушкин по его собственным словам каждую осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гете, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности. В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный процесс поэтического творчества. И забываю мир и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит и ищет, как во сне и злится наконец свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Это поразительный по тонкости анализ творчества. Его можно было сделать только в порыве высокого душевного подъема. У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропущенным местам, но лишь в минуты вдохновения, которые он никогда не старался вызвать насильственно. Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели. Мы жили тогда в мещерских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я в бывшей баньке в глубине сада. В то время Гайдар писал судьбу барабанщика. Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей. Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом. Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня, он насвистывал и притворно кашлял. Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо Я все молчал. Гайдар не выдержал. Слушай, сказал он, не валяй дурака, все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Бабарыкин, если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах. Ему очень понравилась эта цифра, он с удовольствием повторил, в ста восемнадцати томах, не томом меньше. Ну, сказал я, выкладывай, что тебе нужно, а мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чудную фразу придумал. Какую? Вот слушай. Пострадал, старик, пострадал, говорили пассажиры. Хорошо? Откуда я знаю, ответил я, смотря по тому, где она стоит и к чему относится. Гайдар рассверепел. К чему относится, к чему относится, передразнил он меня. К тому, к чему надо, к тому и относится. Ну и черт с тобой, сиди, выписывай свои сочинения, а я пойду запишу эту фразу. Но долго он не выдержал. Через двадцать минут он опять ходил у меня под окном. Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал, спросил я. Слушай, сказал Гайдар, раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник, а теперь я в этом убедился, и при том с горечью. Иди, ты знаешь, куда, сказал я, честью прошу, не мешай. Подумаешь, какой ложечников, сказал Гайдар, но все-таки ушел. Через пять минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей. Я похвалил ее. Гайдару только этого и было надо. Вот, сказал он, теперь я к тебе больше не приду, никогда, когда-нибудь напишу и без твоей помощи. И вдруг добавил на ужасающем французском языке «Оре вуарам, сьюэлли кривен рюссовьетик». До свидания, господин русский советский писатель. Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать. Гайдар еще несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя. Так он и работал. Придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть у Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе. недели. и через две он окончил судьбу барабанщика, пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил, «Хочешь, я прочту тебе повесть?» «Я, конечно, очень хотел послушать ее». «Так вот, слушай», сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы. «Где же рукопись?» спросил я. «Только никудышные дирижеры», наставительно ответил Гайдар, «кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись? Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?» И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки. «Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал», сказал я с сомнением. «Напари», крикнул Гайдар, «не больше десяти ошибок. Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его уже присмотрел. У той старухи, помнишь, которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись». Он принес рукопись и второй раз прочел повесть наизусть. Я следил по рукописи, только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря. Выиграл ли Гайдар пари или нет? В общем, я купил к великой его радости барометр. Мы решили сообразовать с этим медным громоздким сооружением свою рыболовную жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до гостей, когда барометр предсказал великую сушь, а на самом деле три дня лил дождь. То было чудесное время непрерывных шуток, розыгрышей, споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать. Мне пришлось быть при том, как Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето». Да простит меня Федин, что я пишу об этом, но мне кажется, что манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу. Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые меблирашки, представлял из себя порядочную трущобу. Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно и зловеще отворялись и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались с таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка. Все бродячие псы из новых и старых гагр ночевали под террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно похрапывали. Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать. Пес, совестливый и робкий, вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страхом мог вас укусить. Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим глазом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей. Окно из комнаты Федина выходило на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намокли от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную теплую комнату. Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и задумавшись посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, вводя пером по бумаге. Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками. Мне думается, что простота и неустановка стройность нашей жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила, при любых условиях. Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем, и очень немногие ночью. Федин мог работать и зачастую работал в любой час суток, лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть. Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина. Однажды, поздней ночью, Федин разбудил меня и взволнованно сказал, «Ты знаешь, море молчит, пойдем послушаем на террасу». Глубокая, казалось, космическая тишина остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волн, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой, тоже какой-то космической мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к беспрерывному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал. Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз. Федин писал только о том, что ясно видел, и при том в законченной связи с целым. Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не могли мириться с зыбкостью замысла его воплощения. Проза должна была быть, по мнению Федина, отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза. Флабер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристальности прозы он порой не мог остановиться. Правка рукописей делалась для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствованию прозы, а самоцелью. Он терял способность верной оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно засушивал и омертвлял свои вещи или, как говорил Гоголь, рисовал-рисовал, да и зарисовался. Федин всегда умеет остановиться вовремя. Критик в нем никогда не дремлет, но и не подавляет писателя. Флаберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, которое теоретики литературы называют персонификацией, а проще говоря, способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с ними по воле писателя переживается самим писателем необыкновенно живо. Известно, что, описывая смерть Эммы Бвари от яда, Флабер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача. Флабер был истинным мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил, стоит самому себе набить морду за такую работу. Для Бальзака все его герои были тоже живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодяями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье. Вера в реальность своих героев и в непреложность того, что он о них писал, были у Бальзака поистине фантастическими. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни. В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня, имя я ее не помню, но предположим, что звали ее Жанной. Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших и душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивались всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей. Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкратчивый шепот мужчин. Она была молода и красива, ее преследовали на улицах, ей говорили такие же странные слова, у нее дико колотилось сердце, первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен как гром и лишил ее рассудка. Она осталась в Париже, она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку. Через месяц она пошла на панель. В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей. Книга Бальзака случайно попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила, вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак? Он опозорил вас? Он очернил нашу обитель? Он клеветник и богохульник? Читайте! Девушка прочла рассказ и разрыдалась. Немедленно, сказала громовым голосом настоятельница, немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого, в противном случае лучше не возвращайтесь. Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака и с трудом добилась, чтобы он принял ее. Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату, стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги. Бальзак хмурился. Ему было некогда. Жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны. Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя Божия, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак неизвестно зачем бросил на ее целомудрие и святость. Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня. «Какую позорную тень?» спросил он. «Все, что я пишу, всегда святая правда». Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила. «Сжарьтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать». Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули. «Как?» закричал он. «Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что случилось с вами. Совершенно ясно. Какие же могут быть сомнения?» «Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже?» спросила Жанна. «Да», закричал Бальзак. «Да, черт возьми!» «И вы хотите, чтобы я...» «Нет, черт возьми!» снова закричал Бальзак. «Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон, чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг, узнало, что такое радость и любовь, чтобы вы научились смеяться. Идите же, идите, но не на панель!» Бальзак схватил Жанну за руку и потащил к выходной двери. «У меня ведь там все написано», говорил он. «Идите!» «Вы очень милые, Жанна!» «Ну, из-за вас я уже потерял три страницы текста! И какого текста?» Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин Бальзак не снял с нее позорного пятна. Она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабачке, который назывался Серебряный вьюг. Она была весела, счастлива и прелестна. Сколько писателей, столько же и навыков в работе. В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана к граверу Пожалостину. Об этих письмах я тоже упоминал. В одном из писем Иордан пишет, что потратил два года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работой он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след. Я уставал, пишет Иордан, но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать, стоя за конторкой. Вот уж истина, мученик своего дела. Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта. Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это, в конце концов, не так уж сильно отражалось на качестве его работы. Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежьей долгов и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех. Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы не по количеству написанных страниц, а по широте повествования. Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его», говорил Достоевский. Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание, ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь. Долги заставляли его торопиться, хотя он часто сознавал, садясь писать, что роман еще не дозрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен или, по мнению писателя, непоправимо испорчен. От бедности, говорил о себе Достоевский, я принужден торопиться и писать для дела, следовательно, непременно портить. Чехов в молодости умел писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире, а рассказ «Егерь» он написал в купальне, но с годами эта легкость в работе исчезла. Лермонтов писал свои стихи на чем попало, все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе, и он потом только наспех записывал их без всяких поправок. Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой, хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем будет писать. У него в голове сидела одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование. Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл по-своему накатом. «Если накатит, говорил он, то я пишу быстро, ну а если не накатит, тогда надо бросать». Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку. Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новая мысль или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как вспышки на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут также бесследно исчезнуть. В них свет, трепет, но они непрочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы не мучились и не старались вспомнить их потом, это не удается. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то дивного, как сказал бы Гоголь. Надо успеть записать. Малейшая задержка, и мысль, блеснув, исчезнет. Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой. Французский поэт Беранже писал свои песенки в дешевых кафе. И Оренбург, насколько я знаю, тоже любил писать в кафе. Это понятно, потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто и ничто непосредственно не отрывает тебя от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность. Андерсон любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее и очень сильное зрение, поэтому он мог рассмотреть кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко составлялась сказка. Вообще все в лесу, каждый замшелый пень и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцессу, маленькую мошку с прозрачными зелеными крылышками, все это может обернуться сказкой. Мне не хотелось бы говорить о своем собственном литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов от себя я добавлю. Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо помнить, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя – это его творческая работа, скрытая от всех до выхода книги работа писателя, превращается после ее выхода в общечеловеческое дело. Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разменивать их на изнурительную окололитературную возню и заседание. Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и по возможности отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь даже отдаленная неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук или из-под него поползут вымученные пустые слова. Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо. Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое, берега тонули в пепельной мгле, тяжелые тучи, будто в литургическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор. Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины, пищали чайки, писать было легко, никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех. И еще очень помогало работать сознание движения и пространства, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, предчувствия, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч. Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому что удавался рассказ. И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома осенью в одиночестве под потрескивание свечи. Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как море защищала от всяких помех. Трудно сказать почему, но очень помогало писать сознание, что за стеной всю ночь напролет облетает старый деревенский сад. Я думал о нем как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал бренчание ведра и шаги человека. Но во всяком случае, ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за околицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражалось сто и тысячу лет назад, это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив. Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старец реки. Старик в станционном буфете Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майоре. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину. Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачей куртки. Вместе со стариком пришла белая она сидела, прижавшись к его ноге и дрожала. Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими красными затылками. Снег таял у них на шляпах, талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания. Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, встала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку. «Пяти?» тихо позвал старик. «Как же тебе не стыдно? Зачем ты беспокоишь людей? Пяти?» Но Пяти продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова. Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором, и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво. Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво. Пяти снова позвал старик. А, Пяти, ступай сюда. Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила, «Я сама знаю, что это нехорошо, но ты же не можешь купить мне такой бутерброд». «Эх, пяти, пяти», шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения. Пяти снова вильнула хвостом и вскользь умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе, и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей. Наконец, один из молодых людей скуластый в зеленой шляпе заметил собаку. «Просишь, стерва?» спросил он. «А где твой хозяин?» Пяти радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула. «Что же это вы, гражданин?» сказал молодой человек. «Раз собаку держите, так должны кормить, а то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом». Молодые люди захохотали. «Ну и отмочил Валька!» крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы. «Пяти?» «Не смей!» крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая жилистая шея покраснели. Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу. «Не смей брать у них ни крошки!» сказал старик. Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали. «Еще обижается!» сказал скуластый молодой человек. «Какой независимый! Скажи, пожалуйста!» «А, брось-то его! На что он тебе сдался?» примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво. Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок. «Один бутерброд!» сказал он хрипло. Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост. Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда. «Один!» сказал старик. «Берите!» тихо сказала продавщица. «Я на вас не разорюсь!» «Пал гейс!» сказал на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белесые леса за рекой Лиилупа. Старик сел на скамейку, дал один бутерброд пяти, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман. Собачка судорожно ела, а старик глядя на нее говорил «Ах, пяти-пяти! Глупая собака!» Но собачка не слушала его, она только ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза, верно, они слезились у него от ветра. Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майюри на Рижском взморье. Зачем я ее рассказал? Размышляя о значении подробности в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если передать ее без одной главной подробности, без того, что собака всем своим видом извинялась перед хозяином, без этого заискивающего жеста маленького существа, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле. А если выбросить и другие подробности, неумело заплатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним ссором из кармана, да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее. Последние годы подробности начали исчезать из нашей билетристики, особенно в вещах молодых писателей. Но без подробностей вещь не живет. Любой рассказ превращается тогда в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал чеха. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка. Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, стала видной всем. С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заполняют свои сочинения грудами подробностей, без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходимо, нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление. Например, чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном. Или, чтобы передать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом так, как сказал Алексей Толстой в хождении по мукам. Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв. Схватила его, развернула, на высоком черепе его светлые редкие волосы стояли дыбом. Даша сказала мужу, покуда спала, к нему пришла смерть. Пойми же, у него волосики стали дыбом, он мучился, я спала. Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видение одинокой борьбы мальчика со смертью. Эта подробность, легкие детские волосы, вставшие дыбом, стоит многих страниц самого точного описания смерти. Обе эти подробности верно бьют в цель, только такой должна быть подробность, определяющей целое и, кроме того, обязательной. В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог. Здорово, тетя Паша, сказал, входя Алексей. Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Пашу рукой, как будто дверь можно открыть головой. Здравствуй, Алеша, приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела на Алексея. Что долго не заходил? Да все некогда, собрание всю неделю проводил. Говоришь, всю неделю? Точно, тетя Паша, всю неделю. Володьки нету? спросил Алексей, оглядывая пустую комнату. Нет, он на производстве. Ну, тогда я пошел. До свиданеца, тетя Паша. Бывайте здоровы. До свидания, Алеша, ответила тетя Паша. Будь здоров. Алексей направился к двери, открыл ее и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой. Байковитый парень, моторный. Весь этот отрывок состоит, помимо небрежности и разгильдяйской манеры писать, из совершенно необязательных и пустых вещей. Они подчеркнуты. Все это ненужные, нехарактерные, ничего не определяющие подробности. В поисках и определении подробностей нужен строжайший отбор. Подробность теснейшим образом связана с тем, что мы называем интуицией. Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого. Интуиция помогает авторам исторических произведений воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их неповторимый колорит, чувствование людей, их психику, которая по сравнению с нашей была, конечно, несколько иной. Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывавшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать каменного гостя, а в пире во время чумы дать картину средневековой Англии не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Бернс, уроженцы этой туманной страны. Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом, о человеке и его состоянии, о событии или, наконец, об эпохе. Продолжение следует...